Это заключительный и самый полезный из всех трех мальдивных выпусков. Мы посмотрим отель, подведем итог чего хорошего на Мальдивах, а чего не очень, изучим некоторые ценовые диапазоны, самое главное. В этом видео я вам расскажу, как все-таки позволить себе Мальдивы. Ну и еще, конечно же, разыграем, наконец, мальдивные презенты. Оставайся со мной, смотри этот выпуск до конца и погнали! Ждем последние приготовления, сейчас ждем катер, в общем, для того, чтобы вернуться обратно в Мале, оттуда пересесть и полететь на следующий остров. Вообще, трансфер происходит следующим образом. Сперва ты выставляешь чемоданы, приезжают за чемоданами, потом забирают тебя из номера. С самого аэропорта, как я приземлилась в Мале, я о своем чемодане, по большому счету, думаю только с точки зрения открыть его, разобрать, собрать, закрыть его и отдать его ребятам, которые служат в отеле. То есть все максимально организовано, ребята все за тебя сращивают. Гораздо удобнее путешествовать, когда все вопросы логистические решены заранее, потому что если делать это в последний момент, особенно вот как сейчас, сезон, наверное, повышенного все-таки спроса, потом решать, что в последний момент авось свезет, как показала практика, это не самый лучший расклад. Поэтому лучшие вот эти вот вопросы логистические, особенно если вы хотите посетить там несколько отелей, доверить профессионалам. Мы сперва с вами прилетели в столицу Мале, оттуда на гидросамолете сгоняли на остров Фуравери, потом на гидросамолете снова вернулись в центральный аэропорт, там сели на катер, чтобы добраться до комплекса Кроулс Роуд Мальдивс, который находится совсем недалеко от столицы. Несколько дней на острове, мы снова пакуем чемоданы, возвращаемся в аэропорт, там мы сядем на гидрик, чтобы улететь уже в южную часть Мальдив, на один из островов, которые очень облюбовали наши отечественные селебрити. Мы летим на один из сан-сиамов, не знаю, как у вас, у меня почему-то ассоциация с сиамскими близнецами, хотя на практике ничего подобного. Нас ждет 94 квадратных метров белоснежного песка, пальмы, мы надеемся, отменного сервиса. Это один из самых молодых сиамов, которые открыли в 2018 году, так что ремонт свежий, виллы должны быть новые, посмотрим, как там встречают местные самаритяне. Друзья, начну с того, что это прибытие началось с массажа, бокала шампанского и ритуальной музыки, которую показывали в Орел и Решка, но я, если честно, искренне не верила в то, что это на самом деле так, что ты приезжаешь в отель и тебя могут встречать с барабанами генеральный директор отеля. Я думала, что это все стопроцентная постанова и ничего с реальностью не имеет вообще, в принципе, даже близко. Но здесь, здесь жизнь показала, что все с точностью да наоборот. Мы, как обычные гости, приехали, с нами приехали еще ребята. Нас всех абсолютно встретили. К каждому подошла генеральная команда менеджеров этого отеля. Со всеми познакомили, про всех рассказали. Директор Денис, тоже второй. Директор офрейшер, Кишан, наш селф-менеджер. И это, опять же-таки, не только потому, что мы вот долго сращивали всю эту историю, а соседние ребята, которые приехали просто отдохнуть, к ним следом после нас подошла эта же команда, все та же самая речь. Я генеральный директор, это мой заместитель, это вот еще ребята, а вот этот вот селф-менеджер. И вот вообще-то вам шампанское в качестве welcome-напитка. Это вот, кстати, единственное место, где нам в качестве welcome-напитка давали именно шампанское. А потом мы прошли сразу же на завтрак, а на завтраке нам сделали массаж. В общем, как бы, я не знаю, после этого вообще какие-то негативные там искать отзывы. Это невозможно просто, потому что тебя так радушно встретили, тебя так облезали, тебе так все рассказали. Абсолютно все, вся команда. Вот здесь вот видно, что вот ребята прям, ну, любят свою работу и хорошо за это получают. В этом отеле каждому отдыхающему прикреплен батлер. Это такой человек, который решает абсолютно все вопросы своих подопечных туристов. Очень удобная функция, хочу вам сказать. То, что я вижу первое, тут, опять же-таки, не так дико, как на первом острове, в котором мы были, в Фуровере, но то, опять же-таки, как нас встретили, я не знаю, какие могут быть но вообще, ребята. Мы пошли пить шампанское, дальше все расскажу, покажу, но первое впечатление, ну, прям огонь пушка, а еще к тому же Женя говорит, что это еще не топ. И я вот думаю, если это еще не топ, то что же тогда топ, что еще можно туда напихать, чтобы чувствовать себя еще более комфортно, потому что это уже, это уже прям Мальдивы-мальдивошные. За вас! Надо сказать, что в отеле Сан-Сиам и Рувели очень здорово поставлены продажи спа-процедуры. С долгой дороги ты попадаешь сразу в руки отменной массажистки, которая разминает шею, плечи, так лучше приливает кровь, и не стоит больше вопроса, стоит ли ходить в здешний спа. Ну и что уж греха таить, он тут тоже стоит отдельного внимания. Ну вот, с Женей я поснимала, теперь настала моя очередь, вот. Я тут просто прослабляюсь и больше снимать ничего не буду. Всю реакцию вы увидите у Жени естественно. Начиная хотя бы с того, что стоит он на воде, и эта самая вода добавляет эффекта от получаемых процедур. Как? Обязательно расскажу дальше. Пока гости ожидают своей очереди на процедуры, до и после всего действия приносят чай, вкус, который сложно повторить. Цветочные ноты, слегка покалывающий язык ощущений, вообще он холодный и очень здорово освежает в этом мальдивском климате. Друзья, закончилась наша справа с папы. Невозможно сейчас записывать вообще. Нам сейчас закончили делать массаж. Массаж делают с маслами. Ты сперва выбираешь масла, потом тебе все это дело растирать, делают из тебя вообще просто какой-то пластилин. Плюс за счет того, что на полу вот эти вот окна, на море, ты можешь лежать и смотреть на рыбок, можешь закрыть глаза и окончательно улететь. Но когда тебе возвращают и говорят, что нужно перевернуться, ты открываешь глаза и видишь море, видишь рыбок. И это фантастика. Очень-очень такие сильные руки у этой женщины, которая мяла мне плечи. Очень вся эта атмосфера такая прям. Релакс максимально обеспечен. Нам все 350 можно даже комплекса не брать. Вот одного только массажа хватает с головой. И сейчас я записываю вам видео, сама смотрю вообще-то в окно. А в окне знаете что? Море. Потому что это спа на воде. И это... Друзья, мы немного пододжи... Что ж такое? Пододжались мы немного, потому что на самом деле очень много снимали за эти дни и делали максимально интересный контент. Все для наших зрителей. А сейчас я расскажу про то, как мы немного пододжились в номере Сан-Сиамы Руэлли. У нас водная вилла, у нас есть кофемашина здесь с кофейком. У нас есть очень много вещей, разложенных абсолютно везде, потому что мы собираемся. Вот здесь наша кровать, на которой мы спали, она... Она абсолютно удобная. С выходом к морю, к бассейну. Мы сейчас выходим с вами на веранду. Очень сразу светло стало. И уходим с веранды. Телевизор мы вообще не проверяли. На этом острове мы находимся совсем мало. Мы одну ночь, и вот сегодня мы уже собираем вещи, улетаем домой. В целом хочу сказать, что по оборудованию, наверное, этот номер не особо отличается от всего остального. То есть здесь есть евророзетки, для них есть пара переходников. Мы достали в розетки, где как раз стоит кофе и чайник. Кофемашина и чайник. Вот здесь мы забрали одну розетку. Я здесь не сушила волосы, не знаю, что сказать по поводу фена. Я уверена, что он не супермощный. Здесь, в этом номере, вообще, в принципе, в этом отеле не во всех номерах есть гладильная доска, но утюг есть. Если сравнивать с Сиологун, там есть доска, но ее некуда поставить. Удобная, очень большая, просторная кровать. Для двоих будет более чем комфортно. Может быть, даже третий поместится. И вот здесь вот зона сзади меня, это зона отдыха, либо, вот как Женя говорит, сюда можно положить своего ребенка спать. Ну, в принципе, для него здесь места действительно более чем достаточно будет, потому что достаточно просторное вот это вот местечко. Нету здесь тропического душа, как это было на Фаруэре у нас, в нашей вилле. Но это не беда, потому что, в принципе, здесь достаточно удобный душ вот там за дверью. По Аментис тоже, в принципе, всего хватает, все есть. Причем, если в предыдущем отеле нам это нужно было заказывать все в приложении, здесь заказывать ничего не нужно, все, что практически у них есть, наверное. Ну, может быть, чуть-чуть поменьше, может быть, еще что-то отдельно можно попросить. Но в целом, там все лежит. Сейчас Женя выходит, и мы пойдем в ванну с вами. Такая бело-золотая ванная, очень красивая, идеально подойдет для тех, кто едет делать фотосессии в номере, потому что на самом деле она выглядит, ну, супер роскошно выглядит эта ванная. Здесь есть, вон там вид на море, вот здесь ванная. Ее можно набрать. В принципе, в одном из номеров нам показывали, как эту ванну можно оформить. Пены с цветами, сердечки, все для романтики здесь делается. Вот наш Аментис уже растрепанный немножечко. Ваниль и теки. У нас тут ватные палочки, ватные диски, вот шовеньки, шоверкап, тут шапочка в душ. И тут вот бритвенный набор, а это дентал кит, это night pasta. Приготовлены были для нас полотенца. Вообще все, что, короче, нужно было, вот здесь вот приготовлены для нас на этом столике. Мы немножко это уже раздарбанили. Здесь стоит корзина для использованных полотенец, которые мы хотим отправить в стирку. Очень такая красивая, стильная. Вообще, в принципе, здесь все сделано максимально красиво и стильно. Посмотрите, одно только зеркало с выключателями, чего стоит. Сбра. Ну, невеликолепно. Достаточно удобные раковины. Единственное, в первый день я пришла помыть руки, и я полдела от того, какие у меня черные руки. И мы так и не поняли, это была вода или это были руки. Потому что сейчас вода течет чистая с крана. Вода чистая, прозрачная. Здесь у нас душ. Вообще, очень прекрасное решение с тем вот стеклом, видите? Потому что там можно посмотреть на море, пока ты моешься. То есть на море можно посмотреть и здесь, сзади меня, и можно посмотреть в ту сторону на море. Унитаз точно с таким же видом. И это хорошо. Не хочется прощаться с этим местом, потому что оно на самом деле такое какое-то уютное, теплое, красивое. И море тут бирюзовое. Чего и вам всем желаю, друзья. Когда мы вернулись в номер, у нас лежало приглашение на кровати на коктейльную вечеринку с генеральным составом отеля. Это такая местная традиция. Но перед этим мы отправились на пляж, чтобы посетить местный водно-спортивный отдых. Единственное, что я не поняла абсолютно на всех Мальдивских островах, так это время работы этого самого водного спорта. С 12 дня и до 5-6 часов вечера с обедом там чуть ли не на 2 часа в середине дня. То есть закрывается лавочка незадолго после того, как спала самая жара. Это кнопка пуска пришла. Вот этот вот, да. А это стоп. Ну, это тормоз. Это газ, это тормоз. Это газ, это тормоз. Ну, соответственно. Готово? В итоге веселиться отдыхающим приходится в основном в самое пекло, что, если честно, немного странно и совсем не подходит таким белоснежкам, как я. Мамочка, это страшно. Немножечко непривычно у нас стоило прилететь на Мальдивы для того, чтобы первый раз попробовать управлять этой штукенцией. Это very funny. Эта штука была сегодня нашим водным конем, нашим водным развлечением. Я первый раз каталась на этой фейгане. И оно стоило того. Однозначно. Меня до сих пор немного трясело. Мне понравилось. Наша вилла вон там. А мы вот здесь. Поэтому на первый взгляд кажется, что остров такой небольшой, но он супердлинный. И особенно, когда ты живешь в одном конце острова, а тебе нужно телепаться на этот конец острова для того, чтобы развлекаться водными видами спорта. Нормальный такой путь преодолеть приходится. Ну, ничего страшного. Вот, Женя предлагает по пляжу пройти. О, какая красота готовится на пляже. Для кого-то вздыхали мы, еще не зная, что это красота для нас. Но об этом позже. К вечеру на пляже готовилась коктейльная вечеринка. именно в этом корабле разложили разные закуски, что очень, кстати, выглядело креативно, интересно. Коктейли, разные напитки для всех желающих пообщаться с управляющим составом отеля. А вот это самая красота на пляже. Руководство отеля решило подарить нам романтический вечер, чтобы мы, так сказать, на собственной шкуре прочувствовали все прелести отдыха на острове Рувели. Так уж вышло, что ребята решили, что пора мне Жене сделать предложение. Руки и сердце. Я согласна. Все. Моя. И кормят нас сегодня лобстерами. Серьезно, я никогда не ела. это бананан фриттер. Это традиционный мальвивиан бананан фриттер. Вау. Я взял. В общем, на острове Сан-Сиам и Руи-Вели Я чувствую себя буквально как ведущая Орла и Решки золотой карты Проснись, Яна, проснись Мало того, что сюрпризы не перестают на нас сыпаться Начиная вот с этой постели, приветствия и прощания с нами Заканчивая тем, что вот сейчас мы ждем наш плавучий завтрак Это отдельная функция, которую может заказать каждый И каждый может почувствовать себя на месте Насти Ивлеевой Которая завтракала в бассейне Но и помимо всего этого Вообще сервис на этом острове Он, конечно, вообще на сегодняшний день Я не могу сравнить его вообще ни с чем Потому что настолько командная работа Настолько руководители этой команды Заинтересованы в развитии, в продвижении этого места Место на самом деле чудесное Здесь меньше живности, чем на Фаравере Здесь не такая движуха, как на Хардроке Но тем не менее здесь Что мне больше всего понравилось Максимально сохранены здешние традиции То есть если это выступление вчера вечером То это выступление национального коллектива Я не знаю даже, как это правильно сказать С барабанами, с песнями, с национальными танцами Ребята учили детей, гостей этого отеля Этим танцам Это было настолько тепло и уютно И вот именно я поняла, что для меня С национальным колоритом, когда меня встречают Здешние управляющие Это очень важно, потому что ты понимаешь Что ты действительно приехал В какую-то другую страну В какое-то другое место Здесь не такая приватность И не столько джунгли Но все это продолжает поддерживаться Сохраняться Классно и поразительно то, что здесь Можно и самому высадить дерево И закрыть этот гешталь, если у вас Он вдруг висит Чувствуется тепло местной команды По отношению к тому, что они делают И как они это делают Конечно, для меня Мальдива была такая Нарастающая история От одного к другому Оно все разное Но сейчас у меня есть на 350% ощущение Что я на Мальдивах И Бирюзовое море И Пальмы И какая-то определенная живность И местная этническая культура И высококлассный сервис Хотя Женя говорила, что может быть и лучше У меня нету слов Мне настолько здесь понравилось Что я не хочу уезжать Чтобы вы понимали, как эти завтраки Образовываются в бассейнах Отдыхающих Показывают Два крепких мальдивянина Приносят на своих сильных руках Его к вам в номер Конструкция реально очень крепкая И увесистая Это вам не под нос Внести с парой бокалов напитка И фруктами Нам принесли завтрак в бассейн И вы посмотрите, какая это красота Нам попросили сделать нам красивый завтрак Нам сделали легендарный завтрак Да просто Вообще Нет слов Насколько По-царски мы сегодня будем завтракать Прям в бассейне Что может быть прекрасней Это любовь Стоимость такого завтрака Правда, нифига не дешевая Придется раскошелиться Долларов на 120-180 Ну и надо сказать Что царскости у нас особо не вышло На завтрак было ровно 7 минут И стоя в бассейне мы обсуждали Могу ли я отказаться от СПА Который мы выиграли в предыдущий вечер Дополнительно в пользу Размеренной трапезы И валяния в номере Или нет На самом деле Если хочешь Можешь изменяться Какая-то Для того, чтобы позволить себе Мальдивы Во-первых, нужно просто их себе разрешить Это вам скажет любой финансовый гуру Что все начинается с разрешения мысли внутри себя Но я сейчас не про патетику И не про философские размышления А про то, как же все-таки реально Финансово создать себе условия И слетать на Мальдивы Во-первых, можно Видите там сзади меня сидит Женя Быть вот директором туристической компании Как она Либо туроператором, либо турагентом Который путешествует, пробует все эти истории на себе Во-вторых, можно, как я Участвовать в каком-то туристическом проекте Потому что, например, с Женей мы делаем отельного критика Канал, на который, если вы еще не подписаны То нужно обязательно это сделать Потому что там мы показываем Различные пятизвездочные хорошие отели по всему миру И вы можете договариваться со своими партнерами По туристическому проекту На различные условия Например, на возможность вот куда-то так выехать И поработать в полях Именно в тех местах, в которых вы хотели бы побывать Вот мы сейчас в итоге оказались с вами на Мальдивах Третий вариант Мужчинам найти себе богатую женщину Женщинам найти себе богатого мужчину Почему нет? Такой тоже вариант существует И есть люди, которые этим пользуются Если вы обычный человек Не участвуете ни в каких туристических проектах Вы просто офисный работник Но хотите тоже здесь побывать Для вас есть тоже определенные лайфхаки Которыми я сейчас с вами поделюсь Во-первых, это банковская накопительная программа Туристическая То есть вы копите мили Вы заводите карточку в банке Который предоставляет эти услуги Есть различные сейчас банки Есть Тинькофф, ЭТБ, Альфа-банк, Тревел Различные программы они предоставляют Плюс-минус условия у них одинаковые Есть определенные нюансы Для того, чтобы разобраться Что для вас наиболее выгодно И нужно потратить, разумеется, на это время Но все-таки это время стоит того Что в конечном итоге вы можете тратить деньги регулярно На ежедневные свои какие-то покупки и расходы Покупать себе в дальнейшем билеты На те мили, которые вернулись к вам кэшбэком С ваших ежемесячных покупок И это достаточно здорово и удобно Таким образом мы, например, с моим любимым мужем Путешествовали уже несколько раз Покупали не самые дешевые билеты Мои друзья, например, пользуются абсолютно разными банками Мы с любимым пользуемся ВТБ Кто-то пользуется Альфа Тревелом Кто-то пользуется Сбербанк, Аэрофлот У всех разные программы У всех разные условия Но также, чтобы не быть голословными Я решила спросить своих друзей Какими кастами пользуются они У меня очень длинная история Но сейчас Тинькофф Вообще самая тема Почему? Потому что я с нового года до настоящего момента накопила 11 тысяч И плюс у меня еще кэшбэк идет Короче, еще и остаток на карту То есть можно сказать, что 2000 или больше у меня было по всем остаткам Для накопления миль на авиабилеты любых авиакомпаний Я пользуюсь программой Альфа Тревел Премиальная карта у меня Также у меня есть дополнительно Аэрофлот бонус А почему ты их выбираешь? Потому что там выгодные условия А какими еще ты пользовалась? Альфа Банк ВТБ Сбер Что-то было все У нас была первая ВТБшка общая С Сбера почти сразу ушла Потому что там бесполезные вообще-то мили Их какие-то безбер-бонусы Которые фиг накопишь А потом у нас была ВТБшка Но в 18-м году Или в каком-то они году В 19-м Они изменили условия У них стали отвратительные условия По накоплению мы отказались от ВТБ Мы перешли на Альфу И вроде бы все было хорошо И тут я начинаю покупать билеты Думаю, сейчас я куплю за мили билеты И так как карта была оформлена не на меня Мне сказали Извините, с вами не летит Олег Чумак Поэтому вы не имеете права Оформить на себя билеты И я в этот же день подала заявку в Тинькофф И все И теперь у меня своя кэшбэковая карта Если сравнивать Тинькофф и Альфа Банк Альфа Тревел То получается, что у Тинькоффа Более выгодные условия В плане накопления миль Они очень быстро накапливаются Броне до 10% возвращается вам кэшбэком Но есть один момент По Тинькоффе списываются мили кратно Трем тысячам То есть, если вы покупаете билет за 11,5 тысяч У вас спишется 12 тысяч миль Если билет же стоит 12,5 тысяч То списывается уже 15 тысяч миль То есть, это тоже такой определенный нюанс Что вам придется немножечко больше Все время накапливать, чем стоят ваши билеты И учитывать вот этот вот момент В Альфа Тревеле, насколько я знаю Во-первых, нельзя покупать на стороннего Человека билеты А во-вторых, когда вы покупаете билеты Их можно купить только на сайте Альфа Тревела самого То есть, если вы решили на Авиаселсе Купить билеты, но при этом использовать Мили Альфа Банка Так не получится Получится только на сайте Альфа Тревела При этом там обычно цены на авиабилеты Стоят выше, чем в других билетных агрегаторах В общем, для того, чтобы разобраться в программах разных банков В любом случае нужно потратить на это время Посмотреть все эти нюансы, связанные с процентами Со стоимостью обслуживания карт Посмотреть, насколько для вас это выгодная история Также есть карты, которые объединяются с банками Например, есть карта, где Аэрофлот объединяется с Альфа Банком Это уже, получается, программа более выгодная для тех Кто летает в компании Аэрофлот Либо ее дочерними компаниями То есть, эти карты распространяются Только на определенные конкретные авиалинии Еще один из моментов, на которых вы можете сэкономить При поездке на Мальдивы Это выбрав какой-то, во-первых, отель Они разной категории В зависимости от того, с чем вы готовы мириться Можно выбрать себе отель Также вы можете выбрать групповую программу Насколько это выгодно, мне вот как раз Женя и вам сейчас расскажет Помимо туров на регулярных рейсах Перелет Аэрофлотом Вы можете выбрать пакетный тур Это будет немного дешевле Как правило, летом можно намного выгоднее слетать на Мальдивы Потому что большинство отелей предлагают различные акции Как то минус 40%, минус 50% А некоторые доходят даже до минус 60% Также многие отели предлагают классные бонусы За то, что вы летите вне сезона Это может быть бесплатное повышение номера Категории номера Это может быть бесплатное повышение плана питания Или предоставление бесплатного трансфера И есть, конечно, супербюджетный вариант Когда вы едете вообще абсолютно сами То есть сами себе бронируете отели Или какие-то гестхаусы Сами выбираете, где вы будете жить, что вы будете есть Но на самом деле до конца это не совсем выгодная история Почему я не рекомендую останавливаться в гестхаусах Или в отелях, расположенных на локальных островах Но, во-первых, Мальдивы — страна мусульманская И, как правило, на локальных островах запрещен алкоголь То есть в вашем месте отдыха Вы не найдете классных напитков и так далее Также гестхаусы и отели на локальных островах Не всегда расположены рядом с пляжей Поэтому, чтобы найти классный, отличный пляж Где вы можете сделать фотки на фоне бирюзовой воды Вам нужно будет куда-то плыть или ехать Также могу сказать, что на резортах, отелях, резортах Вы полностью в безопасности Менеджмент и сотрудники отеля обеспечивают вашу эту безопасность Особенно это важно и актуально сейчас, в ковидное время Когда мы можем со стопроцентной уверенностью Говорить о том, что практически все сотрудники отелей на островах Они уже все вакцинированы Также они следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Поэтому мы можем гарантировать безопасность нашим туристам Может быть, на жилье вы где-то сэкономите, но вам в любом случае придется есть Может быть, вам придется какие-то медицинские получать вещи Кстати, не забудьте оформить страховку Страховка оформляется тоже в том числе в банке, в котором вы обслуживаетесь Побывать здесь в любом случае стоит таких красок, как здесь Бывалые люди говорят, что не видели нигде Ни на Сейшелах, ни на Канарских островах Только на Мальдивах Есть такое прекрасное бирюзовое изумрудное море Здесь можно получить массу удовольствия от какой-то уединенности Несмотря на то, что на острове у вас тоже может находиться много людей Желаю каждому побывать на Мальдивах Сделайте все максимально возможное для того, чтобы упростить себе жизнь И побывать здесь каким-то максимально выгодным для вас образом В общем, друзья, подводя общий итог Когда мы посмотрели уже все отели Посмотрели, чем заняться на Мальдивах Можно сказать, во-первых, Мальдивы Это, конечно, довольно-таки душно Ну вот на самом деле Это довольно-таки жарко, довольно-таки душно В несезон тут идут дожди Это, как правило, летом Муссонные какие-то движения сюда приходят Во-вторых, здесь летают мухи и всевозможный гнус Но несмотря на вот это вот Как бы очень мало минусов получается, да? Третий минус, естественно, он очень-очень-очень весомый Это Мальдивы, это дорого Важно понимать, за что ты платишь такие деньги Так вот, такие деньги ты платишь Во-первых, за то, что ты можешь есть всевозможные фрукты, овощи Которых тут даже в помине не растет Но они здесь все есть И это тоже очень-очень прекрасно Во-вторых, ты можешь здесь насладиться полноценной программой Вдохнуть в себя и здешние местные колориты И пообщаться с природой И при этом чувствовать себя максимально комфортно Потому что люди, которые создают здесь вот эту атмосферу А опять же-таки не знаю Это были отели уровня 5 звезд Не знаю, какие условия в тех отелях, которых звезд поменьше Но мне кажется, что все равно в целом общая картина она такая И я записываю сейчас это видео в то время, когда границы с Турцией закрыли И мы видим просто какой-то катастрофический рост цен на наши отечественные туры Как раз мы сидели позавчера за ужином Когда объявилась эта история с закрытием границ И Женя показывала, сколько стоит путевка сейчас в Вадлер Ребят, 700, почти 80 тысяч 780 тысяч, ребят, на секундочку Это подороже, чем на Мальдивы слетать Если выбирать между этими двумя курортами Я выберу однозначно Мальдивы Ура! Друзья, как вы уже поняли, Мальдивы это очень разнообразная история И каждый, абсолютно каждый может найти здесь себе развлечение по вкусу, по карману Да почему вообще он хочет? Потому что на самом деле здесь есть чем заняться и есть из чего выбирать Чего и вам желаю Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно сделайте это прямо сейчас Смотрите мои другие видео, если еще не видели Пишите обязательно в комментариях, какой бы из курортов выбрали вы И что вам понравилось больше всего Где бы вы хотели побывать со мной в следующий раз Так, стоп-стоп, подождите, еще не конец Потому что мы не разыграли наши презенты Сегодня я разыгрываю ежедневник И вот такую вот классную бирку на чемодан Прямиком прилетевшую с Мальдив Участников у нас не так уж и много Не так много оставили комментариев Ну и ладно, потому что шансы выиграть у кого-то очень сильно возрастают Погнали! Мы берем ссылку, копируем ее и вставляем Это мы разыгрываем с первого видео С первого видео мы разыгрываем ежедневник Вставляем ссылку Выиграла! Ура! Поздравляю! Александра Еременко Прямо, прямиком к вам отправляется этот ежедневник Будете им пользоваться Надеюсь, очень понравится Потому что он, конечно, очень приятный У нас осталась бирка с Мальдивса Вот такой вот милой черепашкой здесь Можно написать адрес, имя, телефон и email И повесить эту бирку на чемодан И если чемодан вдруг потеряется, эта бирка будет очень классным определяющим моментом для хозяина этого чемодана Погнали! Это у нас второе видео Это нескучные Мальдивы Мы летали в хард-рок И вставляем ссылку Так, у нас здесь Ставьте мне много комментариев Досмотрелся круто Круто! Молодец! Халк! Халк, я тебя поздравляю У тебя вот такая вот будет бирка Надеюсь, она тебе принесет очень много пользы И будет лучиком солнца Даже если будет вдруг не очень хорошая погода Потому что здесь солнышко такое желтое, классное есть В общем, я поздравляю вас, друзья Участвуйте в других моих розыгрышах Я буду периодически проводить что-то подобное Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали Пишите комментарии к этому видео Ну и увидимся с тобой где-нибудь еще С вами была Яна Алексеева По наехавший влог Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok